Сегодня я без микрофона, без кофе. Куда-то посеяла переходник. Чёрт. Итак, рассказываю сегодня о заблуждениях, связанных с подготовкой к ЕГЭ по английскому языку. Они отравляют жизнь вам, мне, как преподавателю. И в целом мешают многим просто успешно готовиться к ЕГЭ и поступать в вузы своей мечты. Разберёмся в этом. Поехали. Всё, пойдём. Итак, разберём всё по пунктам. Первое. К ЕГЭ нужно начинать готовиться заранее. Буквально с шестилетнего возраста, если вы не отдали своего ребёнка криптитру, то уже всё упустили и никогда не сможете в жизни своей подготовиться к ЕГЭ. Многие затирают эту фигню ученикам. Я не знаю, с какой целью они это делают. Дело в том, что задание ЕГЭ – это стандартные тесты, у которых есть алгоритм решения, если говорить о тестовой части экзамена. У письма эссе и заданий говорения есть конкретные схемы ответа. У эксперта есть схема проверки этих ответов. А это значит, что экзамен максимально стандартизирован и конкретен. К каждому заданию есть алгоритм решения и внятные лайфхаки и советы, которые помогут подготовиться к экзамену. Грамотный препод всегда доносит эту информацию до своего ученика. Для подготовки к ЕГЭ достаточно от 6 месяцев до 2 лет в зависимости от исходных данных ученика. Вот так-то. Второе заблуждение состоит в неподъёмном объёме лексики, который необходимо изучить для того, чтобы сдать такие хоть на какие-то баллы вменяемые ЕГЭ по английскому языку. На мой взгляд, знание голых лексических единиц не несёт никакой смысловой нагрузки для ЕГЭ и для языка в целом. Гораздо эффективнее иметь внятное представление о порядке слов в английском языке и придерживаться его. Таким образом, вы сможете грамотно строить предложения всегда в любой ситуации. Второе. Качественное знание времён. Максимально используемых их 5 штук. Ну, самые базовые времена. И, к примеру, тысячи лексических единиц, которые вы сможете грамотно использовать, переставлять туда-сюда. Таким образом, вы реально можете повысить баллы за экзамен. Только лишь слова сами по себе, к сожалению или к счастью, ничего не решают. Понимайте это. Следующее заблуждение подготовки к ЕГЭ состоит в том, что все задания реального экзамена берутся из банка заданий с сайта FIP. К сожалению, это не так. Во-первых, потому что там очень много старых вариантов. Очевидно, что из них ничего не будут брать в реальный экзамен. И, в целом, количество вариантов не такое большое. Но решать задания с сайта FIP действительно стоит. Потому что есть вероятность попадания похожего задания на реальном экзамене. Либо такого же, либо части задания. То есть, действительно, стоит это делать. Для этого и есть этот банк заданий. Но рассчитывать на то, что какой-то вариант баллы все идентично попадется вам на экзамене, не приходится. Следующее заблуждение. Школьная пятерка гарантирует 100 баллов за ЕГЭ? Нет, нет, как и адекватное владение языком в целом. Также не гарантирует 100 баллов за ЕГЭ. Потому что, напоминаю, ЕГЭ это стандартизированный тест с конкретными заданиями, с конкретными требованиями, схемами ответа и так далее. Которому нужно готовиться на цель. Для этого есть специалисты, которые непосредственно специализируются на подготовке к экзамену. Обращайтесь к таким, они расскажут вам, что делать. И пятерка пятерки в рознь. Каждый преподаватель на свое усмотрение ставит оценки. Такова жизнь. И пятое заблуждение подготовки к ЕГЭ на сегодня. Это то, что раздел говорения стоит откладывать максимально напоследок. То есть, за месяц, условно, я смогу подготовиться к говорению. Да что там, фигня полная. Прочитать текст, задать вопросы, описать картинку и сравнить их. Ничего сложного. Да, действительно, раздел говорения не самый сложный в ЕГЭ. Но одновременно это 20 баллов, за которые стоит побороться. Это первая причина. И второе, схемы ответа. Навык говорения. Умение укладываться в определенные рамки временные. Все это требует времени для того, чтобы это отработать. А все-таки 20 баллов это та сумма, за которую стоит побороться. Так что мой рекоменд. Начните готовиться к говорению уже сейчас. Не теряйте времени. ЕГЭ это стандартный тест, который может решить каждый ученик. Каждый. Не бойтесь. Начинайте готовиться уже сейчас. Не теряйте надежды. Верьте в свою мечту. У вас все обязательно получится. Интересно, а какие заблуждения у вас есть в отношении экзаменов. Может быть вы их от кого-то слышали. Если вы преподаватель, ученик что-то говорит, какие-то свои страхи, чем-то делится. С вами интересно узнать это от вас. Напишите в комментариях свои заблуждения, мифы. То, с чем сталкиваетесь вы. Может быть зададите мне какие-то вопросы в отношении подготовки к экзамену. В общем, такое сегодня видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и на соцсети. Они указаны внизу в описании к видео. Ну и 100 баллов за ЕГЭ тебе. Пока.